Здравствуйте! В эфире программа «Управдома». Я ее ведущий Владимир Казанин. По традиции приветствую вас в нашей студии. Как всегда, мы обсуждаем насущные проблемы и пытаемся их решить. Сегодня мы поговорим о зеленых зонах города Омска, о том, как бороться за сохранение скверов, за то, чтобы город, ну ладно, уж не сад, но лишь бы выжило то, что есть уже. Так вот, у нас в студии Юрий Николаевич Федотов, депутат городского совета, член, один из руководителей Народного фронта. Вы правильно говорите, руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» Омского регионального отделения Народного фронта. Ну, так уж, это официально. А я как бы, как несколько там руководителей, скажем так, людей, с которыми ассоциируется Народный фронт, вот вы один из них, скажем так. Давайте посмотрим материалы, начнем обсуждение. Круглый стол на тему вырубки деревьев и озеленения города под эгидой Народного фронта. Здесь все заинтересованные лица и специалисты пытались выработать единую концепцию, создать единый документ, требования для чиновников и бизнесменов, чтобы остановить непрекращающееся уничтожение зеленых насаждений в городе. Юрий Николаевич, вот все-таки реально принять какие-то документы, чтобы регламентировать действия мэрии? Потому что вот увещевательно, ну, как бы, когда их упрашивают... Когда не хватает метода убеждения, вы имеете... Там никакое убеждение там. Какое им убеждение? Нет, ну, вот после горячих обсуждений, которые были на круглом столе, выработана была резолюция. В соответствии с этой резолюцией, главные какие моменты? Первое, чтобы все парки и скверы были переведены в зону Р1. Это зона, которая не позволяет производить застройку. Потому что если кто-то потом, разработав концепцию, только концепцию не как муниципального предприятия, парк культуры и отдыха, потому что это все-таки как хозяйствующий субъект, который он ориентирован всегда будет на зарабатывание прибыли, а парк как рекреационная зеленая зона, зона отдыха, так вот, если эта концепция все-таки в городе будет официально утверждена, вот, соответственно, с этой концепцией уже тогда можно и решать, сколько, где, чего разместить в парке. Но, опять-таки, подчеркну, с минимальным строительством каких-то капитальных объектов. Все-таки парк должна быть зона зеленая, рекреационная. И в связи с этим, вот, как раз мы от имени Народного фронта в резолюции включили предложение администрации перевести зоны в зону Р1, всю территорию парков. Наиболее значимые территории присвоить им статус особо охраняемых природных территорий. Это, как говорят у нас депутаты, или до этого говорили, это классика кинематографа. То есть это железная такая справка, которая, или железный документ, который позволяет запретить все строительство на территории парков. Чтобы парки, деревья на парке не сносились, и парки были зелеными зонами. Помимо этого, предложение есть, и мы его направили в администрацию с тем, чтобы отменить разрешение на строительство те, которые уже выданы, новые не выдавать. И мы обратились к прокурору области этот вопрос отдельно поставить на контроль, чтобы не допускать там потом каких-то вот этих вариантов через судебные решения как-то вот по-тихому провести, когда потом чиновники разводят руками и говорят, вот, нас же суд обязал. Ну, мы с вами эти истории проходили, мы обсуждали не один раз. Ну, и очень важный вопрос, который обсуждался, это так называемое компенсационное зеленение. В резолюции, опять-таки, круглого стола региональное отделение Народного фронта приняло решение о том, что первое администрации все компенсационное зеленение сделать максимально прозрачным, чтобы все решения комиссии, есть специальная комиссия по восстановлению, сносу, восстановлению зеленых насаждений. Так вот, чтобы решения, протоколы этой комиссии были всем доступны. То есть они публиковались на сайте, и каждый житель Омска мог их прочитать. Соответственно, мог по ним высказать свое мнение, предложение, проконтролировать, исполнено или нет, и обязательно ввести административную ответственность за неисполнение решений комиссии. Потому что вот присутствовал заместитель правоохранного прокурора, и он четко сказал, что меры ответственности за неисполнение всех решений комиссии, о которых часто говорят, мы на комиссии запретили, мы на комиссии разрешили спилить и так далее. Вот за то, что не исполнено решение комиссии, чтобы ввести административную ответственность обязательно. Ну, то есть не выполнил решение комиссии, не посадил в срок положенное количество зеленых насаждений, деревьев, кустарников. Административно штраф привлекает к ответственности и так далее. А в комиссии так как? И по поводу комиссии, значит, это общественники предложили, на мой взгляд, и мы поддержали это. Значит, сформировать заново состав комиссии, то есть с таким расчетом, что только одна треть должна быть там чиновников, одна треть общественников и одна треть специалистов-экспертов в зеленом строительстве. А кто их отбирать будет? Пусть это сделает администрация, пусть сделает мэр, но, по крайней мере, соблюдая вот эту категорию представительства. Но они опять отберут тех, которые подмахивают все документы по вырубке. Вы знаете, практика показывает, что иногда и один в поле воин. То есть если там будет два-три человека, которые будут указывать на нарушения, указывать на противоречия, на те вещи, которые с точки зрения закона и здравого смысла делать нельзя, я не думаю, что кто-то из чиновников под этим подпишется. Ну вот там вот в протоколах всегда кто-то один против, два против, один против. И это не мешает им вырубать? Ну, дело в том, что если это будет публично, вот как, например, протокол заседания комиссии, где разрешили вот только на одном заседании спилить, ну, буквально сотни деревьев, сотни тут уникальные заседания комиссии. Мы на это обратили внимание, потому что многие из этих решений не исполнены. Но и протокол этой комиссии получить было достаточно сложно. То есть мы его специально, официально запрашивали. Вот он должен быть выложен на сайте администрации, чтобы любой общественник, любой активный житель города, неравнодушный, прочитал и по меньшей мере понимал, где что будет сноситься, где что должно быть высажено, мог это проверить, проконтролировать, чтобы власть была прозрачна. То есть на это нацеливает и Федеральный народный фронт, на это нацеливает и президент, как лидер народного фронта. Он говорит, власть должна быть прозрачной. Вот мы на этом и настаиваем. И что немаловажно еще, по поводу компенсационного озеленения, чтобы эти работы проводились, опять-таки, гласно, то есть через конкурс. Не кто-то определил, договорился, ну давай сегодня ты будешь высаживать деревья, завтра кто-то другой. Ах, не получилось, давайте повторно высадим. Без ответственности того, кто делал первый раз эту работу. Чтобы это было, как вот при муниципальном заказе. Официально заказ размещен, соответственно, сроки исполнения и ответственность за то, что деревья засохли, или не прижились, или кто-то нарушил технологию, или время посадки и так далее. Юрий Николаевич, еще раз, где должны быть высажены деревья? Не получится так, что городок нефтяников вот застроят все здесь это, а высаживать где-то должны там за Старым Кировском? Вот мы специально в резолюции включили пункт, который предлагаем. Понятно, что Народный фронт это не исполнительная власть, мы не можем подменить ее функции. Но мы предлагаем однозначно определять для зон таких посадок, деревьев и кустарников, пустыри. То есть эти деревья высаживать не на территории уже существующих скверов. Перед этим, по поводу того, что деревья аварийные, или того, что они неэстетично выглядят, их сначала выпиливают в парке же и сквере, и на их место высаживают компенсационное озеленение, которое снесено как раз, как вы говорите, где-нибудь в нефтяниках, но где шла застройка. Так вот, чтобы эти деревья высаживались там же, где нет зеленых насаждений, то есть на пустующих территориях. Вот это мы специально включили. То есть очень много было хороших предложений. Мы в порядке контроля смотрели исполнение резолюции мартовской еще. Она тоже была посвящена сохранению парков и скверов. Большая часть наших предложений, она воспринята. Она еще не вся исполнена, реализована, но большая часть воспринята по мартовской резолюции. Теперь мы также хотим по июльской, чтобы был своего рода план мероприятий, где мэр или губернатор дадут конкретные поручения исполнительным структурам по исполнению. В такой-то срок там то-то, то-то осуществить. И вместе с вами проехать? Да. Чтобы был контроль обязательно. Со общественниками. Мы не идеалисты, мы не думаем, что вдруг завтра все бросятся исполнять. Но мы должны хотя бы то, что в наших силах, добиться исполнения решений. Еще раз, вот хотелось бы узнать, а есть кто-то в структуре мэрии, либо, ну вот вы говорите при губернаторе, кто будет закреплен за этим вопросом? Вот в чем и смысл, чтобы вот этот план мероприятий, он и будет включать ответственное лицо. Конкретно какого-то заместителя? Конечно. Кто за это отвечает? То есть есть необходимость все зоны поставить на учет, все территории парков, как рекреационные зоны? Значит, за это отвечает конкретный директор департамента, например, архитектуры. Есть необходимость опубликовать все протоколы? За это будет конкретно отвечать председатель комиссии, например, Фрикель, он первый зам директора департамента городского хозяйства. Прошло заседание комиссии, подписан протокол, вот как вот этот, например, да? И он опубликован должен быть на следующий же день. Или там через два дня, то есть будет определенный регламент, когда он должен появиться на сайте администрации. Скажем, компенсационное озеленение должно быть осуществлено? Тоже. Есть сроки, есть процедура конкурса, есть определен победитель, кто выполняет эти работы. Тоже извольте на сайте выложить результаты. Чтобы любой гражданин активный мог проверить, проконтролировать. Да, вот это самое главное, проверить, проконтролировать, но, тем не менее, вот сейчас, насколько я знаю, коммерсанты, они все-таки вынуждены, хоть многие не выполняют, но вынуждены при строительстве тех или иных объектов проводить озеленение. А вот городские-то сами структуры, они же не обязаны проводить озеленение. Дорожное хозяйство, какие-то строительные... Управление благоустройства, департамент строительства. Вы абсолютно правильно подняли вопрос. Когда шло обсуждение на круглом столе, как раз вот на основе протоколов, которые Народный фронт получил в администрации, мы сделали вывод, что никто практически из структур государственных, муниципальных не производит компенсационное озеленение. Вот так. Компенсационное озеленение производят только предприниматели. Один к трём. Одно дерево снесли, три обязаны посадить. Так вот, мы от Народного фронта вышли с инициативой, чтобы было именно в нормативных документах записано, что и бюджетные учреждения, и муниципальные, и государственные, то есть даже если они некое имеют, ну, как сказать, собственно, учреждены властью и имеют отношение непосредственно к власти, всё равно обязаны были проводить компенсационное озеленение хотя бы один к одному. Пусть аварийное дерево снесло управление благоустройства или там дорогу прокладывали, или делали какие-то благоустроительные работы. Да ты уже школу построили. Школу строили. Детский сад. Казалось бы, благое дело. Но деревья снесли, значит, обязаны хотя бы один к одному высадить зелёные насаждения. Это мы тоже записали. Вы правильно говорите, потому что для многих был вот этот момент удивительный, когда посчитали, сколько же комиссия согласовала, вот мы только один протокол взяли, сколько же комиссия согласовала бюджетным учреждениям снос зелёных насаждений. Он намного больше, чем сносят предприниматели, застройщики и так далее. Ну, вам, конечно, пропели эту песню муниципальные чиновники, что вы же депутаты, вы знаете, денег в бюджете нет. За какой счёт будем восстанавливать? Откуда высаживать? Вы знаете, тогда и работаете, будут планировать, исходя из имеющихся средств, и понимая, что надо как можно меньше снести зелёных насаждений. Больше сохранить. Поэтому, ну, тут... Бережнее отношение. Да, да, поэтому было предложение также один к трем вот компенсационные озеленения производить, но сошлись пока на варианте, договорились один к одному хотя бы, чтобы не нагружать в то же время бюджет, но и одновременно была вот эта вот ответственность. Не просто написал заявку и разрешили, и всё выпилил, да, там. И никакой ответственности, и никаких расходов потом по посадке зелёных насаждений. Чтобы была вот такая ответственность. Ну, здесь мы будем отслеживать ситуацию, будем с вами подробно рассказывать, и будем, я думаю, что ещё не раз выезжать на заседание Народного фронта. Как, чем завершится эта эпопея, и будем ожидать, когда же на сайте появится эта информация, когда мы сможем уже её потрогать. Нет, я бы даже не употреблял здесь слово «завершиться». На мой взгляд, этот процесс, связанный с тем, что будет идти обновление зелёных насаждений, но именно с их увеличением, мы его постоянно должны контролировать и отслеживать. Поэтому вот тема парков и скверов, это, наверное, одна из таких длительных. Да. Здесь главное – изменить систему. Мы, когда это обсуждали, мы поняли, что система управления в городе как раз ориентирована на то, чтобы не увеличивать зелёные насаждения. Нет. Мы с вами, помните, обсуждали в прошлый раз, что фактически два раза выпиливаются деревья в городе. Первый раз для того, чтобы построить, а второй раз, чтобы освободить место и посадить компенсационные деревья вот эти вот на территории парков и скверов. Почему мы и говорим, их надо высаживать на пустующих территориях. Ну и парки, и самое главное, там вот надо будет разобраться с этой арендой земли, всё остальное, вот то, что отдаётся под торговые вегламы. Ну мы и предлагаем, и обращаемся именно адресно. Адресно обращаемся в прокуратуру Омской области с тем, чтобы прокуратура именно на особом контроле держала вот эти вот все ситуации с выдачей разрешений на застройку парков и скверов. И более того, чтобы там не было даже и попыток, и мыслей договориться как-то там сторонам, когда они в суд идут, что они сыграют в поддавки, да, чтобы это вот было под таким, ну, так скажем, неусыпным контролем и правоохранительных органов. Юрий Николаевич, ещё один аспект, ну, здесь понятно, с муниципалитетом и всё остальное. Строительство новых микрорайонов, новых домов, они все лысые. Ну, здесь однозначно должно быть исполнение со стороны департамента строительства, который принимает объекты, принимать их только с озеленением. Вот мы с вами выезжали в своё время в Рябиновку, и последний раз мы в порядке контроля были там, смотрели как раз работы, связанные с благоустройством. Так вот, именно потому, что по проекту было так всё куцонько спланировано, то есть, условно говоря, там, саженцы рябины должны быть высажены, или саженцы берёзы, да, там. И так как это просто штука дерева, да, то есть, ни возраст не указан, ни его какие-то размеры, параметры, то есть, поэтому вот одна веточка её посадили, она ещё неизвестно, приживётся или нет, и типа исполнили озеленение, требования по озеленению. Понятно, что это должен быть тогда проект полноценный. Вот я недавно был в Астане и посмотрел, они фактически же в степи отстраивают заново город. В том числе и разбивают специально парки и скверы, высаживают только крупномеры, за ними специально ухаживают. Здесь мы, кстати, обратили внимание, чтобы посадка деревьев осуществлялась обязательно с условием так называемого ухода последующего, то есть не меньше года, чтобы за эти зелёные насаждения кто-то отвечал, поливал, ухаживал за ними, пока они приживутся. Вот когда дерево укоренилось, оно уже там, наверное, переживёт и без нашей помощи. А вот когда оно только приживается, обязательно вот эти... Ну, я думаю, да, будем за этим смотреть. Ну, у нас левый берег-то вообще построен, как огород-лабиринт там, непонятно, хотя чистого листа строили. Но это отдельная тема. Правый берег и то он самый древний, но как он построен-то мы видим, а здесь, на лёвом берегу, даже магистрали-то чётко не просматривается, всё в тупики какие-то упирается. Ну, я думаю, что это другая тема для обсуждения, а по озеленению мы ещё не раз к этой теме вернёмся. Всё-таки будем ждать уже конкретики, конкретного выполнения вот этих документов, чтобы комиссия состояла... Мы вообще хотели бы и показать членов комиссии, записать их, пообщаться с ними, как они намерены, в общем-то, как они должны участвовать в жизни города, как они должны остаивать наши с вами интересы. Потому что на сегодняшний момент, мне кажется, подмахивание идёт всех документов от муниципалитета, не глядя. Это моё такое субъективное мнение. Ну, это вот история же была, когда озвучили, что должны 680 деревьев снести при реконструкции улицы Ленина, парк, вот здесь сквер Дзержинского и так далее. Потом пошли изменения, когда это количество уменьшили до 100 с лишним. Потом было вообще принято решение, что это индивидуально будет. Действительно, в решении комиссии, в конце концов, записано, что это должно быть уточнено в процессе выбраковки работы. Я понимаю отсутствие времени и краткость периодов, что, может быть, подготовительный был период, маленький. Но, на мой взгляд, неправильно принимать решение, вот такая расплывчатая комиссия. Она должна быть всё-таки конкретная. То есть сначала надо сделать вот эту выбраковку, обоснованную, и действительно сносить только аварийные деревья. Потому что нравится кому-то клёны, не нравится, но всё равно эти, это листва, этот массив зелёный, он на себя забирает массу пыли. Кислород всё равно вырабатывает. Кислород, конечно. Поэтому будут у нас хорошие времена, будет достаточно средств, будем заменять на более благородные деревья, и будем гордиться этим. А сейчас хотя бы нам надо зелёную массу просто увеличивать в городе. Ясно. Ну, в общем, мы к этой теме не то что вернёмся, мы будем продолжать её отслеживать. А сейчас немножко другая тема, но смежная тоже. Не выкорчевывание, а уже поломка, скажем так, не деревьев, а ограждений. Давайте посмотрим материал. Этот забор рядом с домом номер 57А по улице Мира ещё вчера был цел и невредим. Красиво выкрашен и являлся ограждением к детской площадке. Вот здесь вот расположена санустановка, санустановка Еврокомфорта, которая обслуживает Еврокомфорт. Вот с этой стороны, с этой стороны, ехала машина Еврокомфорта 8 августа в 5 утра. Она ехала, продвигалась вот так вот и на санустановку. Во время движения она зацепила наш забор, который был в этом году, в июле, только был установлен. Вот она проехала и выехала через бугор. Они там не сделали ограждения никакого. И через мягкую землю проехала к первому корпусу, выехала. Удар и движение мусорки видела наша соседка с 25-й квартиры. Видела, как это произошло непосредственно. Номер машины она не могла видеть из-за кроны деревьев. Как она направлялась и во сколько она все это дословно сказала. Я утром это обнаружила. Вызвала сразу опергруппу. Опергруппа приехала, зафиксировала. И потом все документы, которые собрала опергруппа, передали нашему участковому. Участковый снял показания с других свидетелей. Сделал запросы в Еврокомфорт. А вчера мне Гуселетов сказал, если вы перейдете дословно по телефону, я с ним разговаривала, я говорю, ну как будем решать, можно же мирно, спокойно решить это. Он мне сказал, если вы перейдете в Еврокомфорт, мы вам исправим. Если нет, на нет суда нет. Вот так вот. Вот наши все дела. Руководство Еврокомфорта свою вину отрицает. Хотя факт разговора со старшей по дому признает. Я в курсе этой ситуации. Мне звонила старшая по дому. Она говорит о том, что мусоровод, который у нас работает, что он поломал забор. Звонила мне многократно. Ну раз в пять, наверное. У нас этот мусоровод, он работает с системой ГЛОНАСС. И то время, когда произошло вот это ДТП, он находился абсолютно в другом месте. Это раз. То есть это мы есть подтверждение, да? Ну да. Плюс ко всему прочему, написала заявление она в хранительные органы, и они уже опрашивали. То есть она ко мне, когда звонила, я ей пояснил. Говорю, так как водитель отказывается, что он не совершал ничего. Так как на машине отсутствуют какие-либо там поломки, там царапины и так далее. И плюс ко всему прочему, говорю, вы написали заявление в правоохранительные органы. Говорю, ну пусть они тогда примут решение. Ну примут решение, что он как бы совершил этот наезд. Ну значит он отвечать будет там и финансово, и так и всякое. А на сегодняшний день, я говорю, мы не можем, говорю, на основании ваших умозаключений, ну как бы сказать, что да, это мы сделали. Потому что после этого проверили систему ГЛОНАСС, которой оборудована машина. То есть получается, что наша машина в то время, когда произошло вот это транспортное происшествие, потому что получается с участием автотранспортного машины, грубо говоря, он отсутствовал. То есть, соответственно, получается, ну, наверное, это не мы. Ну то есть, возможно, это другая какая-то машина это сделала. Вот она еще утверждает, что в разговоре с ней вы предложили перейти их дому в Еврокомфорт. Тогда, мол, все восстановят. Я ей предложил, да. Я ей предложил вариант. Я говорю, вы можете к нам перейти, мы тогда вам восстановим этот забор, независимо от того, относитесь, ну, мы ДТП это совершили или нет. То есть мы его быстро восстановим в счет, скажем так, в счет будущих побед. И будем обслуживать их дому. Ну, конечно, да, я предложил. То есть я считаю, это нормально. Юрий Николаевич, ну, все-таки вот такие вопросы спорные между жителями. Кстати, ваш депутат, коллега Сокин, строил вместе с ними 50 на 50. Вот сейчас забор снесли и вот утверждает руководство управляющей компании, что они не имеют к этому отношения. Где такие вопросы должны рассматриваться? На СРО или это чисто вопрос УВД? Это, конечно, на СРО с точки зрения общественного контроля, с точки зрения контроля профессионалов. Безусловно, это можно пообсуждать. Но прежде, конечно, надо, чтобы элементарное дознание было проведено. То есть должно быть обращение в органы внутренних дел, и участковый проведет опрос, свидетельские показания. И как минимум это должно, либо это будет, не будут установлены эти лица, либо, если есть свидетели, тогда, соответственно, виновные будут привлечены к ответственности. Даже если это административная ответственность для начала. Но это будет документ, который установит все-таки вину, кто виноват. И тогда уже никто не сможет на словах говорить, это мы, это не мы, и так далее. То есть все-таки такой процесс дознания должен быть проведен. И только после этого можно говорить о виновности кого-то. Юрий Николаевич, а вот этот подход, переходите ко мне, я восстановлю. Ну, это вопрос с морали. И здесь это действительно можно обсуждать на СРО, как раз вот с точки зрения добросовестности конкуренции. Но именно людям же важно не то, кто какие слова говорил, а важно, чтобы ограждения были на месте. Тем более, если на это стратились и депутат, свои средства тратили. Новенькие ограждения. И жители тратили. Ну, жалко, это же человеческий труд, это затраты. Это должно быть восстановлено не потому, что кто-то куда-то уйдет, какой-то дом, да, а просто потому, что есть кто-то, кто виновен, кто снес, и он должен восстановить. Ясно. Но мы будем отслеживать уже эту ситуацию, будем смотреть. Я думаю, все-таки тут, ну, органы УВД установят, кто это сделал. Это был грузовик, потому что на легковой машине это не снесешь, такой забор. Грузовик, видимо, мусорка чья-то, мусорная машина. Вот чья она, надо выяснить. Я думаю, что будет установлено это все. Но, к сожалению, время нашей программы ограничено. Я хочу поблагодарить Юрия Николаевича Федотова, депутата городского совета. Опять же скажу, одного из руководителей Народного фронта, сопредседателя, да, как я понимаю? Нет, нет, сопредседатели это Кравченко, Ралко и Горошавина. А я руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни». Руководитель рабочей группы? То есть это вот тема ЖКХ, вот как раз. Одного из руководителей рабочей группы. Мне нравится, что Народный фронт, он стал ближе к людям. Скажем так, не все партии власти, властные органы настолько близки к людям. Когда касается какой-то вопрос, жесткий такой, волнующий многих. Скажем так, многие партии, которые призваны это делать, уходят в сторону. Народный фронт пока идет, ну так можно сказать, где-то в какой-то, даже какой-то оппозиционной немножко стезе. Нормально, хорошая, патриотическая оппозиционная. Я имею в виду, что если люди обратились, он выезжает, несмотря на лица. Вот я думаю, что мы с вами расскажем в ближайшее время, ну не слишком благовидные последствия ремонта, капитального ремонта домов. Потому что Народный фронт выезжал тоже вместе с журналистами на один из домов на Глинке. Мы сегодня были на Глинке один, смотрели как раз, там есть судебное решение, есть экспертиза, но не исполняется судебное решение. Мы будем вносить в исполнительные органы, в частности в администрацию города, свои предложения, как в данной ситуации поступать. Но по поводу структуры Народного фронта стоит уточнить, что Народный фронт это все-таки общественная структура. Это не партийное, не политическое, не властное. Но у Народного фронта всегда, ну по крайней мере по практике нашей работы, позиция ориентирована на конструктивность. Но тем не менее, вы правильно говорите, невзирая на лица, мы должны первое реагировать на все обращения, которые к нам поступают. И по наиболее острым, таким типовым каким-то ситуациям, которые уже кричащие, требующие вмешательства, обязательно реагировать, принимать решения, независимо от лиц, должностей и так далее. Потому что это своего рода как некий контроль, лидер нашего фронта, Владимир Владимирович Путин, он нацеливает на то, что независимо от должностей и лиц, требовать законности, справедливости и здравого смысла. Для того, чтобы на самом деле наша жизнь хоть менялась, может быть, небольшими шагами, но к лучшему. Ну вот мы и будем смотреть, как это будет происходить. Я думаю, что в ближайшее время будем рассказывать как раз об этих аспектах, которые напрямую связаны с ЖКХ. Капитальный ремонт и все остальное. На этом управдом закончен. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова